Какой была Латвия в преддверии независимости? Современному человеку трудно себе представить, насколько тяжелый след оставила здесь гражданская война. Треть населения была вынуждена бежать от военных действий. Остро стоял вопрос, как вернуть людей домой. Да еще разруха и голод в атмосферу тех лет окунулась Яна Рубинчик. Ноябрь 1918-го выдался суровым. И не только из-за погоды. С 2015 года Первая мировая война бушует и в Латвии. А в 2018 оккупирована уже вся ее территория. 750 тысяч жителей покинули ее пределы. Голод и в городах, и на селе. Уже с 2015 года введены продуктовые карточки. Он получил, владелец этого паспорта, карточки на хлеб, карточки на суп. Немецкая оккупационная власть в 2018 году наложила запрет еще не на выросший урожай сельскохозяйственный. Еще все было на полях. Но было ясно указано, что когда этот урожай соберется, он предусмотрен для немецкой армии. Очередь за продуктами стали нормой. Это валка. Люди стоят за хлебом. Цены строго регламентируются. Расцветает спекуляция. В дефиците не только продукты, но и одежда. Во время Первой мировой войны девушки из Айнажи готовят обувь. Нет кожи для обуви. И они из веревок делают подошвы. Инфляция бьет рекорды. В ходу сразу 10 валют. В качестве денег используют даже бумажные копейки, а также обычные почтовые марки. Многие города вводят собственные денежные знаки. Зеленые и лепые, синие Венспилс, желтые Елгова. Курс, сколько, например, можно купить за царские рубли, за рубли правительства Керенского, за немецкие марки Германии, за немецкие марки, изданные в оккупированной Балтии. Сколько, чего можно купить за эти деньги, этот курс, я не знаю, кто мог его просчитать. Перемещаться можно только с разрешения немецких войск. Паспорт, в котором была особая фотография, не только лица. Вы видите, почти в полный рост, с приметами. И без предъявления этого паспорта человек не мог передвигаться. Холодная осень приносит еще одну проблему – нет дров. Цены на дрова подскочили до астрономической высоты. И это тоже стало одной из проблем, которую надо было решать одной из первых, когда провозгласили Латвийскую республику. Люди выживают как могут. Об этом говорят последние страницы газет, где печатались объявления. Очень многие предлагают свои услуги как курсы. Разные курсы. Люди стараются заработать как могут. Что не останавливается, так это поэтическая и театральная жизнь. Несмотря на войну, Первая мировая заканчивается лишь 11 ноября 2018 года. Остается только удивляться тому, во-первых, насколько отважными были люди, которые провозгласили республику, и насколько тяжелым, титаническим трудом был тот труд, которым они вытягивали Латвию, каждого жителя Латвии из разрухи и голода. Я Рубинчик, Айверстанс, Латвийское телевидение.